почему это вообще сработает да потому что вспоминайте что мы говорили по менеджеров у которых есть страх что у них не купят да и ну хоть за сколько хоть со скидкой хоть в это есть все есть более того любому рекламному изданию требуется ежемесячный бюджет на то чтобы и напечатать и выйти и так далее да то есть там очень жесткие дедлайны по деньгам и по срокам чем ближе к дате выхода тем скорее всего дешевле будет ваш макет стоить ваш выход ну в последний момент а на что вам можно соглашаться если у них вам нужно иметь несколько каких-то ваших фирменных фраз которые продают до из копирайтинга какие-то акции и вы должны четко понимать куда когда вы можете это должно быть заготовлено и за что еще могут дать скидку когда вы говорите нам смотрите как бывает иногда в верстке в газете получается так что вроде как вы готовы взять там одну шестнадцатую а у них там ну как-то по-другому не знаю в некоторых регионах кстати до сих пор печатную площадь рекламную меряют квадратными сантиметрами нету такого четко 1 8 1 4 1 там какая-то но смотрите 1 4 может быть вертикально на страничке а может быть и горизонтально да то есть в разных рубриках по-разному или еще что-то за что можете получить скидку вы говорите главное чтобы в нашей рекламе был логотип вот эта фраза и вот этот телефон все остальное нам не надо можете не утверждать понимаете то есть вот вам все равно какую картинку они поставят ну там давайте это будет море и пальмы вот эта фраза и телефон и все вы можете сделать и отправлять сразу в печать но за это мы хотим скидку то есть вы что делаете вы упрощаете им работу согласятся не надо утверждать ничего не надо вот и нам все равно хотите сделайте сейчас вертикальный в следующий раз можете сделать горизонтальный а читаемую часть вряд ли вам отдадут с большой скидкой то есть там немножко по-другому ты мечтал расположение на странице или еще что-то нет хорошие места они продавать умеют затык идет плохих местах то есть смотрите ранжирование какой идет нет 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 я сейчас говорю как сэкономить да 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 как как вообще можно все равно все равно будет отдача будет все равно в любом случае понимаешь просто нет смысла сильно переплачивать за какое-то там козырное место а вообще идеально работает только обложка после обложки можете записать что хорошо работает возьмем журналы сейчас хорошо это обложка 1 2 3 4 смотрят если есть такое размещение где содержание на странице с содержанием и на странице со словом редактора обложка 1 2 3 4 но супер обложка понятно если есть у вас такой вот этот половиночка где содержание где слово редактора все остальное абсолютно все равно 1 3 но разворот 1 2 разворот еще до не станут но это очень дорогие позиции но это обложечка потом открываешь 2 обложка считается 3 4 в журналах то что хорошо работает то что в любом случае увидят это нет но в определенный момент я вам сейчас расскажу когда пройдет определенный цикл ваших отношений созданием можно это получить по дешевке до смотрите почему вот первое вернемся да когда я сказала что максимально позволительную большую площадь взять потому что менеджеры других изданий в первую очередь отслеживают тех кто берет большие площади большой макет для них сигнал у клиента есть деньги готовьтесь к шквалу звонков и проходили уже знаете да что начинается дальше почему рекомендую вот в этом в первом издании в каком-то в одном вот договориться там на 3-4 выхода потому что очень хорошо на менеджеров действует от масса у нас там скидка большая а у вас нам вот это не нравится вот это не нравится вот это не нравится главное выдержать паузу то есть эта работа но может быть у вас там совсем беда у средств массовой информации они там в течение месяца соскочит вообще это где-то месяца три-четыре вот эта вот работа будет продолжаться а потому что вы не умеете торговаться они это чувствуют это во первых вы не просите во вторых вы не умеете торговаться и вы не знаете на что надавить я вам еще раз говорю вы можете сказать что ребята я готова вам оплачивать по факту 30 процентов стоимости от рекламы и вы ее ставите тогда когда у вас там ну беда совсем можете мне даже не звонить то есть стоит макет допустим 6 тысяч рублей ты же ребята вы можете его опубликовать без моего разрешения прийти ко мне и сказать вот ваш макет заплатите мне две тысячи рублей вот ну так получилось мы в последний момент его подставили будьте уверены каждый месяц к вам будут ходить и просить вас две тысячи рублей понимаешь то есть вот принципиально что на что меняет и менеджер первый продавит своего коммерческого директора на то чтобы пропустить вот эту мулю чем вы подцепите менеджер будет ходить и думать так в принципе две тысячи у меня уже есть с этого клиента на всякий случай значит я могу чуть меньше работать если что я его подставлю если плана не будет хватать но вам главное вот утвердить вот именно какую-то одну продающую фразу чтобы не просто было что турагентство такое то а именно вот придумать один какой-то оффер который будет действовать всегда ну допустим какую-то постоянно действующую акцию запиши видео отзыв от нашего турагентства и получи скидку 5 процентов ну блин сами там своими скидками разбирайтесь сами с надписью любой любой придумайте конкурс то есть чтобы вот что это постоянно и вот этот макет может у вас идти и как остальные остальные будут просто голову ломать почему в то издание вы берете вот так а у них даже вот столько взять не можете а говорите просто цена чтобы получить большую скидку у первого издания вы им говорите вы нам даете скидку и мы вам гарантируем что ближайшие три месяца мы больше ни у кого рекламироваться не будем ни у одного ну больше ни у какой газеты журнала а те будут за вами бегать а потом вы их продаете я как бывший владелец газеты я знаю что говорят менеджеры в этих случаях ко мне приходят и говорят людмила павловна ну разрешите дать им скидку ну вот 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 так это очень надо ну смотрите но я уже три месяца за ними бегаю понимаешь и менеджер сам начинает думать придумывать аргументы чтобы убедить меня разрешить дать скидку ее клиенту я говорю лена ты же меньше заработаешь но что зато у нас этот клиент будет потому что потом на этого клиента я приведу остальных из его ниши я скажу смотрите он у нас размещается а вы чем хуже девочки это так работает понимаете то есть выберите может быть изначальное здание где мало по туризму допустим бизнес журнал только макет правильный надо сделать правильную фразу подобрать на что клянут бизнесмены шикарный отель с бесперебойным интернетом со скоростью до кирилл какая бывает скорость интернета да понимаешь все для вашей работы кондиционер рабочий зал и так далее путевки только у нас вот это пойдет в бизнес журнал ну выбирает там другой отдых понимаете ну просто под аудиторию понимаете про что я говорю как сэкономить и никогда больше а еще когда можно если вдруг вы чувствуете что про вас забыли да и скидок там не предлагают ничего просто звоните и говорите что там у вас ничего не поменялось а то вот мы тут думаем а для чего это нужно чтобы стимулировать менеджера чтобы привести его опять же к той мысли что блин я уже так долго за ними ходил я уже столько времени потратил да я лучше скидку дам пусть они уже купят но я уже вложился нет понимаете девчонки это все вот наоборот понимаете все наоборот их мы учим понимаете чему да вас мы учим все все то же самое работает просто вам надо четко встать на другую позицию понимаете и иногда можно просто диктовать условия я у вас хорошо возьму рекламу вот там за это а дальше могу рассказать несколько не очень честных методов ну ни к чему то есть можно в последний момент опыта сказать вы знаете у нас не получается мы наверное откажемся нам денег не хватает но обычно такие рекламодатели попадают сразу в черный список и ну как бы не очень хорошо может быть дальше еще что смотрите на самом деле как отжать еще публикацию бесплатную про себя вы должны быть на страницах журналов девчонки вот как директора и владельцы вы там должны быть нравится вам это или не нравится пересиливаем себя и идем туда или находим среди менеджеров человека который нравится печататься в журналах слышите из менеджеров из девчонок молодых которым это льстит а из родственников неважно пишем красивую должность но с названием вашего агентства и они лицо компании это тоже приветствуется да вот лицо компании кто будет лицом компании и дальше вам приходят и говорят я возьму предлагают там большой макет а вы им говорите хорошо я возьму у вас макет со скидкой 50 процентов и если рядом еще на двух страницах будет интервью со мной мне есть что рассказать они будут не ну это круто вы оборзели вы говорите но хорошо скидку убираем я еще две страницы интервью про бизнес про что угодно хоть вот тренинг будет прекрасная возможность пропиариться у вас в сми рассказать особенно в бизнеса в зданиях рассказать как можно провести отдых с пользой что ребята выездные тренинги это супер мы только что были мы получили то-то то-то и вообще мы считаем дальше бла-бла-бла рассуждения как это сделать самим писать не надо вряд ли у вас это получится либо журналиста при условии что вы берете рекламу и вот договаривайтесь вам издание пришлет либо идете также на фриланс и говорите у меня ну я вам наговорю там запись или по скайпу мы поговорим я вам все расскажу вы сделаете запись напишите мне интервью придете с готовым а любое издание очень ценит уже готовые материалы почему потому что большинство журналистов у них очень редко на окладе обычно один журналист работает на 234 5 10 изданий сразу и получает по факту за написанный материал то есть любая газета и журнал заинтересованы в том чтобы вы сами принесли готовый материал к печати ну крайнем случае редактор просто немножко его причешет если где-то что-то там понимаете то есть они точно также экономят на сотрудников чтобы не платить поэтому нет это все правильно я просто говорю что за что готовы дать скидку за все готовы если вы придете за всем готовым дальше публикации какие рассмотреть тему журнала да и сказать что мы будем вам каждый месяц писать статью на эту тему с фотографиями но будет стоять моя фамилия и название нашего турагентства больше ничего не нужно никаких не телефонов ничего за бесплатные так хорошо но вы должны присутствовать как можно больше в городе понимаете как можно больше площади откуда брать статьи самим писать не надо находите блогеров в интернете или журналистов фрилансеров которые путешествуют и договаривайтесь с ними и ставите двойное авторство тем говорить я могу вам заплатить 200 рублей за то что статья будет написано что статья в соавторстве многие согласятся им объясняете а это что нам с этого а вы свою портфолио положите что не только в интернете да но и в печатных изданиях вас публикует не все меряется деньгами очень часто ценность перевешивает я так работала последние 66 номеров моего журнала в плане журналистов стоили мне 0 копеек 0 все материалы были вот от тех людей кому нужен был пиар в том числе из интернет взятые просто именно за то что людям нужно публикацию то есть теперь у них в портфолио гордо написано что мои статьи были опубликованы в тульском журнале детских городов все а статья не так и так пишут себе на сайт да и плюс я опубликовала все все счастливо я получил готовый материал сэкономила на зарплате они получили подпись в портфолио что их публиковали какие-то печатные издания а при том при всем что говорят что печатные издания умирают что реклама в них там не работает или еще что то это остается панта миф это большие большие понты что вас печатают бумажном издании потому что это дорого и престижно что разные вещи да 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 то есть книга pdf pdf это лучше чем ничего но книга отпечатана это круче чем книга в pdf в этом самом поэтому просто ищите людей которые в том же вконтакте еще где-то посты какие-то интересные просто связывайтесь с этим людьми пишите что здравствуйте я такая-то такая-то я предлагаю вам сотрудничество от вас вот это а вы потом вот получаете статус публикации так далее а любые сайты тематические про путешествие еще про что-то там за мою практику за пять лет мне отказал только один сайт публикации материалов и одна девочка тоже там уже потом задним числом а вот вы публикуете а где разрешение ей переписку наградая не это имела в виду я я имела ввиду то что написано то что вы не так выразили свою мысль но это ваша проблема ну реально там ну там действительно можно было двояко она ну больше нельзя я хорошо нельзя так нельзя понимаешь обычно вот любые порталы я брала ну правда детская родительская тематика я прям пишу и мы вот хотим туда-сюда а есть сайты в которых вообще написано что можете публиковать без разрешения только ссылки на источник но мы так и писали что статья подготовленным по материалам сайта такого-то но я с этими сайтами всегда связывалась почему потому что формат материала на сайте не всегда подходит входит в отведенный формат в газете да то есть надо либо коротнуть либо дописать я всегда писал я его не против если мы чуть-чуть подредактируем не так хорошо я но вы понимаете что тогда авторство человека который будет редактировать тоже будет я ли то есть авторство него что делать ну ну это честно ну человек же тоже поработает над материалом если хотите пришлем утвердить они говорят ну кому что там читать перечитывать иногда говорят ну да пришлите первый раз посмотрят твердят второй раз присылаешь они все нормально мы вам верим мы убедились что все по-честному вам верим и поймите что журналом и газетам что если вам даже говорят я же рассказывала да то есть если там ученые меньше они могут выдержать паузу и встать в понты и не дать вам скидку это при условии если речь идет о маленькой вот этой 1 8 как только вы заведете речь про страницу или разворот разговор будет совсем другой то есть да мы возьмем у вас рекламу но к этой рекламе мы хотим еще чтобы вы написали про меня лично тогда да а еще лучше договориться как сейчас я вас беру рекламу а в следующем номере выходит статья понимаете почему чтобы растянуть по времени чтобы было два касания с клиентами первый раз там рекламу увидели второй раз статью лучше наоборот там статью потом давайте а давайте мы вам напишем статью вы ее опубликуете мы посмотрим на отдачу нет не надо телефон кирилл это очень легко но это работает давайте вы напишите интервью со мной напечатаете да я просто посмотрю сколько моих знакомых мне звонятся и скажут что меня здесь видели вот если хотя бы один позвонит из моих знакомых я пойму что ваш журнал что это так я вам не верю и ведутся на это журналы читает но менеджеров страх понимаете страх вы будете не первые кто им об это скажет вы просто еще раз подтвердите то что они слышали до вас относительно своего издания и так далее но с другой стороны да не очень честно но если вы не умеете продавать но это ваша проблема значит мы вас будем учить нашими методами знаете а на самом деле реклама работает в газетах и журналах она не всегда бывает реклама прямого отклика когда да ты увидел как в интернете что такое реклама прямого отклика увидел баннер тут же кликнул и ты попал прямой отклик тут же там немножко все это растянуто но тем не менее правильно составленная реклама очень хорошо работает рассказывал случай да помните когда одна была рекламодательница за которой там два года она упиралась а через два года она с этой должности ушла искал людьми вы знаете а я так читаю ваш журнал он везде есть да хотите я позвоню и скажу что я купила эту путевку только благодаря рекламе вашем журнале и да не надо они там и так все знают ночью звонить постоянным клиентам они так понимают что это работает знаете просто просить скидку и отжимать их варить что вот а еще лучше звоните в издание как проверить да насколько они готовы вообще вот продвинуться и просесть звоните в издание когда у вас крайний срок подачи чтобы выйти они вам скорее всего назовут где-то за неделю до выхода может быть даже больше дней за 10 они говорят допустим у нас журнал выходит первого числа самый крайний срок это 20 звоните им 25 вы видите мы надумали прям сейчас в этот номер и все будет то есть это про то что вы просто убедитесь если мне не верите вы убедитесь что они до последнего собирают рекламу просто бы еще не в том круге кому предлагают в последний момент и за три копейки это я как раз подвожу к тому как попасть на дорогие площади то есть примерно где-то там через полгода год если вы будете нормально размещаться чуть меньше чуть больше но регулярно и честно наступает момент когда те уже все кончаются кому можно предлагать иначе это но они же тоже понимают что рекламодатели садятся на шею да тогда они идут по второму кругу рекламодателей и тогда обязательно вам позвонят скажут что только в этом месяце для вас уникальная возможность взять супер обложку за пол цены понимаете вот напрямую в лоб нет а вот так вот вокруг да около все возможно понимаете и не смотрите главное правильно объясняйте выгоды не стесняйтесь говорить что да мы хотим скидку потому что до нас ни одно турагентство целую страницу вас не брало но если ты правда надо посмотреть там хотя бы последние сколько-то номеров да то есть все берут да и вы скажете а благодаря на нашей рекламе вы потом пойдете по другим и скажете вот и кивнете на нас но это так работает они же тоже это понимают стоит одному клиенту прийти какому-то новому но нишевому менеджер тут же хватает этот журнал и бежит по всем его конкурентам и говорит вот видите они у нас размещаются бога и вам сюда надо я говорю это так работает мы всегда ходим ходили к разным рекламодателям у нас постоянно в сумках был разные но несколько номеров и мы знали что номер пять надо показывать детским центром потому что там большая реклама одного из детских развлекательных центров а номер четыре надо показывать обучающим детским центром потому что там аж три разворота самых крупных детских центров там они постоянно дают то есть кому какой номер понимаете да то есть этим и это работает то есть это на вас как на рекламодатель оказывает действие поэтому просто знаете да уже школа была ну хочу обратными средствами с ними не действуете не работаете просто попробуйте кстати тоже один из способов почему еще это нужно потому что если даже ваши потенциальные сотрудники менеджеры которых надо нанять будут видеть вас где-то это повышает престиж вашей компании ну просто надо этот престиж сделать чтобы он стоил чуть дешевле чему кому-то там другому он обходится и все а я отказалась в бесплатности очень недавно по какой причине по свадьбе по причине того что я лицо компании надо было просто сменить лицо компании все нет ну понятно да то есть это очень заметно сильно снижает себестоимость все остальное и не забывайте журналистов рекламистов менеджеров и журналистов поздравляет с праздниками и периодически просто звоните спрашивать хотя бы там маш как у тебя дела я просто так ну вот просто что-то твой номер попался я решила позвонить спросить ничего не обещайте но к вам отношение будет другое что да вдруг ты мне приснилось прикинь мне приснилось что я вам рекламу даю она конечно зацепится воспримет по-своему но это все способ то есть надо стимулировать их тоже напоминать о себе и потихонечку потихонечку вот сама продавливаться тогда будут скидки но глядя на одного вот будут хотя почему же вы там мы то лучше и пусть они рассказывают насколько они лучше а вы говорите а у нас другие критерии к вам мы пойдем только вот за такую цену не хотите не надо три месяца в одном побыли тот куда вы стремитесь допустим цену не дают идете в другой знаете как заезд самолюбия и опять прибегут и будут уговариваться давать еще что-то так с этими с фрилансерами понятны если что когда аккордно премиальное это можно вообще много где использовать в любых даже у себя или еще там у кого-то вы даже можете этим рекламистам сказать что мы готовы вам заплатить 50 процентов если с вашим журналом придут и купят хотя бы трое мы вам доплатим еще 10 принципиально от тиража одну в среднем воронка продаж это 10 процентов то есть если тираж 10 тысяч экземпляров да я имею на прямой отклик на продажу если тираж у журнала 10 тысяч экземпляров тысячи человек увидят вашу рекламу конкретно вашу прочту из этой тысячи сто заинтересуются позвонят или как-то там на будущее отложат понимаете то есть купит может быть один но чем больше таких касаний тем больше тех кто посмотрел и так далее то есть вот эта воронка по то что вам цифру приводили это работает везде в рекламе водачи во всем да то есть тысяч пришло меньше 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 с любого источника с газеты журнала с этого все равно просто в интернете у вас там миллион показов а здесь 10 тысяч экземпляров но в лучшем случае там полтора человека прочитают журнал но кто-то там даст подружки или мужа вот но тем не менее все равно это работает и это просто престижно вас будут знать а за журналом потянется радио телевидения и так далее потихоньку с ними то же самое у них тоже планы а про наружку хотела сказать смотрите как выгодно разместиться на наружке вам нужно объехать свой город